Доброе утро! Спасибо вам огромное! Это не просто артисту настоящему встать так рано, но вы все-таки пришли и будем с вами обсуждать ваш замечательный фестиваль. Ну, что вы для нас приготовили уже в девятый раз? Ну, девятый год подряд это действительно событие в культурной жизни Екатеринбурга. Собрать звезд мировой клоунады довольно сложно, но они с большой радостью едут в Екатеринбург, потому что в предыдущем фестивале сделали там хорошую рекламу. Что очень гостеприимно, очень празднично, очень весело. И этот праздник у них остается в памяти надолго, они передают друг другу. И поэтому, как говорится, они в очередной раз к нам едут подарить праздник нам, а мы с большой радостью ждем их. Это все три дня идут представления клоунов? Четыре дня. Четыре дня, простите, да. Да, только клоуны в манеже. Это спектакль уникальный, аналога нет, и никто в мире его не делает. Ну, вот так эксперимент, на мой взгляд, оказался удачным, и мы стараемся его держать в Екатеринбурге. А конкурсная программа в это время проходит какая-то? Нет, это не конкурс, это фестиваль, это праздник, да, потому что лучших из лучших сложно выбирать. Ну да, из клоунов лучших-то это каждому нравится свое. Из каких стран приезжают участники? У нас страны здесь будет Бразилия, Америка, Венесуэла, Франция, Дания, Африка, Россия и Эфиопия. Ну, в общем, серьезно отличаются вот эти, если можно так назвать, клоунские школы. Вот, допустим, африканская от бразильской. Школ как таковых нет, клоунских, да, это каждая страна имеет свой юмор, и возникают такие самородки. Не хотелось создать школу клоунов, но, к сожалению, как-то так ситуация несколько изменилась. И, естественно, клоун это отражение действительности, отражение того юмора, тех каких-то устоев в каждой стране, поэтому юмор отличается практически во многих странах. А понятие нам бразильский юмор, если они шутят про какие-то свои вещи? Вот есть какие-то отличительные качества, да, ну, вот есть французский юмор, есть английский юмор, есть немецкий юмор, есть наш юмор, российский, советский юмор. Вот, отличается, но поскольку, если вы знаете, что когда произошла интеграция культуры, и советская клоунада повлияла на развитие мировой клоунады, потому что в основу советской клоунады лежала драматургия, а в основу другой клоунады, европейской, других стран, ну, просто смешные какие-то эпизоды, в основном немножко на грани фола, грубоватенькие и такие гэки, как говорят, но не несущие какой-то нагрузки философской. Ну, и как весь русский советский цирк повлиял, наверное, вообще на мировой, да, потому что наши артисты везде по миру? Да, потому что у нас принято, и мы добились того, что цирк это искусство, это не балаган. Да, но вот все-таки мы привыкли, мы, я имею в виду такой среднестатистический зритель, привык, что клоун это всегда что-то яркое, шумное, падающее, с носом, с большим, но ведь клоуны бывают разные. Разные, разные, это мы говорим о классической клоунаде, вот как раз вот тот пласт клоунады, что является классикой. Рыжий, белый, буфонада, гротеск, яркость, шум, гам, ну, это праздник, это человек-праздник. Но есть же направления разные, из клоуны-трессировщики, клоуны-музыканты, клоун-мимы, вот, но клоун-мим, как правило, пользуется более строгим костюмом, потому что нужна видна пластика. У рыжего клоуна свободный костюм, большие ботинки, там практически тело не видно. А тот коверный, кто идет в направление по пантомиме, они стараются облегающий костюм не очень сильной яркости, чтобы видна хорошо была пластика. И обычно он француз. Итальянцы, французы, да, ну, да, здесь французская пантомима повлияла. Да, мы знаем, что в этом году клоун Фабрини, да? Викки Фабрини, да, это вот представители такой клоунады, современной клоунады, но у них потрясающая техника, пластика, и это изумляет и восхищает. Так, ну вот я предлагаю посмотреть, да, есть у нас отрывочек как раз того самого интересного клоуна Фабрини. Итак, внимание на экраны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, ну это был такой нетипичный как раз клоун, да, что-то мимо... Ну это мимо, да, это французский вариант, поскольку Марсель Марсо повлиял вообще-то на мировую пантомию. великими вот ну клоун вообще-то ассоциируется всегда с яркостью буфонад вот хочется спросить у вас про ваше клоунское прошлое вы естественно почему прошлое что значит настоящие вы яркие клоны давайте вообще повспоминет у меня два было направление 2 был современный образ это когда я выпускался это было направление ленина ингибарова нашего великого советского клоуна без грима без красного носа без бутафории а это уже второе это уже вторая программа где я вернулся к классике и же классика клоунская волосы красный нос да да это это классика это второй спектакль мой которым я отработал а первый спектакль помните конечно коленки дрожали первый спектакль или первый выход но это очень сложно передать его невозможно забыть потому что когда впервые мне пришлось заменить клоуна который не приехал из-за снегопада как и сегодня и там такие были большие снегопады и мы не решили не ждать и предложили мне выступить качестве клоуна потому что от меня спектаклей нежелательно было и конечно мы когда нашли на ботинки там нос и покрасили краской взяли яркую ткань пошли костюмы все в течение двух дней и потом то что кто видела работали конечно у меня в глазах был туман я ничего не слышно я ничего не видел и считал что большего позора наверно жизни не может быть администратор сказал все будем так и работать не беждать не будем на второй день я услышал смех на третий аплодисмент а потом уже понял что это лучшая профессия и ничего другого не может быть если ты видишь что зритель смеется от твоих шуток это даже всерьез я решил заняться клоунадой поступил цирковой ученики эмпирическим путем проверили что это все-таки важно но это но это одна из лучших профессий на мой взгляд сегодня то вас можно где-то увидеть может быть вы в фестивале принимаете участие я веду фестиваль я веду как ведущий игры как режиссер участвую но иногда если артисты просят подыграть мы подыгрываем но в данном случае я пока не переодеваюсь ну надеюсь снегопада не случится приедут все клоуны но не дай бог что все задержатся я буду за всех работать итак напоминаем вам до 24 с 24 по 27 ноября в екатеринбургском нашем родном красивейшем цирке фестиваль клоунов уже девятый нам о нем все и даже больше рассказал наш дорогой гость который с утра пораньше пришел к нам в гости анталий марчевский директор екатеринбургского цирка спасибо вам огромное за то что спасибо вам приходите в гости обязательно друзья ну а далее у нас гороскоп узнаем что звезды обещают вам на этот день